Баттл Битл Спортс Проект Электрического Бокового Контроля Во-первых, локти к телу всегда прижаты в борьбе. Одно предплечье давит на подбородок, другое предплечье на корпус. Я делаю пятки ближе к ягодицам, выстреливаю тазом вверх, делаю мост и отжимаю его от себя. Все это должно делаться на взрыве. видите у меня получается небольшой зазор между корпусом соперника и моим корпусом отсюда я делаю креветку как только я вытащил наружу бедра свои у меня есть два варианта либо я под него залезаю в гард либо встаю да если я в гард залезаю это выглядит вот таким образом если я встаю то то же самое последовательность движений 1 2 здесь я оставляю локоть как рамку да как щит свой то есть кисть моя находится на его плече локоть на втором плече находится опираюсь на локоть и на одну ногу колено смотрит вверх дальше эта нога пошла назад у меня становится на колено и тут же underhook забираю и после этого встаю еще раз то же самое медленно раз два три 4 дальше поехали тот же самый вид бокового контроля классический этот уход у нас используется в крайне редко если речь идет о соревнованиях высокого уровня по новичкам очень часто прокатывает здесь мы делаем тот же самый подбив и в это на в этот зазор просовываем руку забираем underhook после этого тазом подбираемся к сопернику и делаем движение за него ведь я упираюсь на ногу свою и делаю движение вот такое за него одновременно мах рукой еще раз раз льва тазом к нему поближе и за него движение поехали дальше дальше у нас боковой контроль будет чуть-чуть модифицированы он тоже редко встречается но все-таки к таким ситуациям мы тоже должны быть готовы поэтому отработаны на здесь обе руки находятся со стороны моего корпуса на то есть если классическим классическом варианте одна рука под шеи другая наружи то здесь оба обе руки с одной стороны подо мной да что я делаю в этой ситуации называется уход разговор по телефону то есть вверх опять же используя этот зазор я ручку забираю сюда да как будто бы отвечаю на телефонный звонок после этого вот эта рука у меня пошла под спину опираясь на плечо опираясь на свое при левое плечо и пошел как стрелка часов на вот сюда забега раз-два-три еще раз-два рука пошла под спину опираясь на плечо и пошел вокруг и еще один вид бокового контроля уход бокового контроля который мы сегодня разберем это обратный боковой контроль когда соперник находится спиной к вам на здесь он контроль грозит тем что соперник может выйти в маунт отсюда вот он контролирует ваши бедра здесь я ставлю треугольником руки ему на спину вот сюда затем делаю креветку может показаться что правильно делать креветку наружу да как привычно вы делаете да но здесь мы делаем креветку в противоположную сторону к нему опираясь на ногу делаю толчок от себя и выношу то свой дальше я не выхожу полностью оставляют эту ногу подмышкой у него а вот эта нога идет на него и фиксирую здесь захват забираю спину сразу еще раз руки поставил треугольником на ногу оперся вынес таз достал ногу и забрал захват забрал спину сегодня мы с вами разобрали выходы из классического варианта бокового контроля и из других модифицированных вариантов бокового контроля всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал оставайтесь с нами до новых встреч